добрый вечер добрый вечер скажите пожалуйста как меня слышно сейчас должно быть нормально я загружаю презентацию напишите пожалуйста как меня слышно от 1 до 10 что же метод дорожек так хорошо десяточки отлично сейчас я презентацию загружу так поставьте пожалуйста плюсики кто меня слышал кто со мной знакомы кто не совсем не знаком поставьте пожалуйста ноль чтобы я знала насколько какие-то вещи проговаривать или нет пока я загружаю презентацию так есть нолики есть так это со мной незнакомо так а теперь поставьте пожалуйста метод суджок как-то вам знаком тоже от 1 до 5 пожалуйста поставьте циферки от 1 до 5 как у нас знакомы с методом суджок так коллеги есть коллеги так а те которые не знают метод суджок есть такие ноль поставьте если кто не знает совершенно метод суджок так презентация грузится так пятерочки мог знать бы вас так скрываете здесь за именами за знать бы кто здесь пятерочки поставил коллеги до троечки значит встречались уже хорошо ну вот такая тема у нас настроение но постараемся создавать настроение кто-то постройнеет от одного вебинара кто-то захочет построить так презентация грузится ну что еще вас спросите напишите откуда вы у нас есть у нас какие у нас регионы по есть у нас по россии или не россия кто у нас из каких мест напишите пожалуйста интересно все-таки какая у нас аудитория время какое у людей может быть кто-то из сибири уже спать пара москва зеленоград москва здорово екатеринбург есть тоже подальше донецк так новгород нижний здорово германия есть ирина так омск турция астрахани вот какая география хороших а кассия отлично очень разная аудитория но москвичи тоже есть это хорошо я 17 лет в москве работала и общем то так живу в подмосковье всем добрый вечер грузия так ну что так презентация грузится ну хорошо давайте потихонечку начинать я сейчас настроение все-таки весеннее хорошее я думаю что красота спасет мир да и настроение хорошее нам весной очень нужно правда вот москве тут снег такой выпал так из окно посмотрела такая холодновато немножко о франции есть но я все-таки вот хочу сделать акцент сегодня на ну может быть на красоту и на вес если у нас такие а знаете как давайте сделаем вот если у нас смелость такая написать кто у нас присутствует интересно мужчина женщина мужчина нас есть какой вас рост и вес например напишите ну можно еще возраст например возраст если и там напишите например если 50 лет значит пятерочка если 40 с лишним четверочка 66 или 33 и вес рост и вес мы посмотрим сейчас кто у нас здесь такой присутствует стоит ли вам такую тему обозначать так так 154 60 стройностью 95 66 есть лариса так 156 85 ох есть так 82 тоже есть так 130 ой 130 это вес надежда да так нет 65 ну да наверное наверное вес 130 так вот людмила нормально 168 58 даже чуть-чуть можно еще добавить так 71 ну в общем разный у нас есть люди да есть кому внимание нужно кому нет все три килограмма здорово так очень разные люди у нас так здорово тоже избыточек есть 76 килограмм ну в общем то да ну и наверное правильно что мы же здесь не не чисто медицина чтобы вот брать и такое прям сказать мы будем лечить вас от излишнего веса про вес интересно конечно интересно конечно интересно сейчас красота красота спасет мир лето пляже хочется куда-то уехать теплые края даже на дачу и там раздеться смело вот 90 килограмм тоже многовато мне тоже 60 лет с наталой у меня рост поменьше чуть-чуть так о 160 60 идеально можно сказать ну конечно можем чуть чуть поменьше 55 но ничего здорово так теперь поставьте пожалуйста плюсика если принимали гормоны ой-ой-ой-ой так поставьте пожалуйста плюсики видно вам презентация так плюсик видно ну здорово вот я вам еще раз написала что у нас будет сегодня за тема и я все-таки действительно вот решила такой акцент сделать на тему стройнеем поэтому разговор у нас будет и настроение и эмоции и движение больше к тому чтобы мы стройнели с вами так двигаемся дальше ну кто-то меня знает не знает я все равно картинку покажу я так сейчас продвигаю активно метод суджок в каждый дом на самом деле хочется так знаете ведь каждой семье сейчас знают что такое травы даже знают может быть такое слово фитотерапия или знают какие точки другие точки может быть китайские которые можно массировать может быть даже кто-то знает точки которые на пальцах можно массировать чтобы вес как-то корректировать вот или вдруг там какие-то главные боли или еще что-то и вот мне хотелось бы поскольку я так вот очень давно изучая этот метод и он меня можно сказать спас то я хотела бы действительно в каждый дом чтобы маленькие детишки прямо буквально дошкольного возраста которые уже понимают что у них пальчики где у них глаза и нос и ручки ножки чтобы они могли это понимать ну знаете скажу вам вот и по поводу веса тоже и по поводу здоровья просто знаете я жила жила радовалась своей профессии я всегда хотела чтобы быть врачом и педиатр такая но благодарная благородная такая профессии детишки чтобы здоровы были у них родители есть с родителями особая песня все-таки так вот мне работа моя нравилась но наступает момент когда перегруз наверно я в ординатуру пошла по педиатрии мне нужно было ездить каждый день детишек там если в сад отправлять вот и я так не досыпала и не того ожидала от ординатуры скажем так уже начала понимать мне хотелось уже каких-то новых методов таких комплексных но я не получила это вот какое-то разочарование немножко было что то что я так с такими силами и с такими трудами выбираюсь езжу в москву а вот а не получаю то что хочется и я прям вот ну можно сказать ну сломалась да упала в яму прямо на занятии у меня такой приступ был жесткий ну ладно я не буду подробно потому что я иногда рассказывала в одном вебинарах поподробнее свою историю потому что действительно очень долго но для меня это было долгих лет вот говорят в возрасте христа бывает переломный момент в жизни вот у меня точно так было возраст христа 33 года в 1987 году осенью прямо на занятия даже дату помню ну я бы хочется ее забыть хорошо что вокруг нее ничего не случается но вот так вот было что прямо на занятии я вот так вот раз упала приступ вызвали скорую и в общем отлежала в москве полежала у сестры сколько-то дней потом долгие пять лет жутких восстановления лечениями и без результата понимаете без результата ой я так вот конечно начала искать какие-то новые пути и вот мне ну чудесным образом вот бывает чудеса вот есть вебинар у меня который с чудесами вот бывает чудеса такие в жизни когда вдруг вот с какого-то момента тебе вот посылают то что ты хочешь просишь что тоже то что тебе нужно и есть такое ну понятие в методе суджок когда говорят когда человек что-то теряет то ему сразу тут же что-то дают взамен просто нужно вот быть таким наблюдательным быть здесь и сейчас до обращать внимание на мелочи и тогда можно заметить то что тебе дали мне как раз тот момент дали метод суджок когда я ну кроме того что здоровье мне еще была потеря я обычно про этом не говорю но вот это для меня это было так для меня вместо суджок вместо вот серьезных таких испытаний жизни такие уроки нужно было мне пройти вот и конечно я изучал этот метод и он такой емкий и вот то что здесь написано и много еще чего я не написала сюда что я повышала квалификации изучала то есть проснулась вот такое вот желание жажда такая любознательность такого детская да интерес такой что я могу все вот изучать как 90-е годы все появилось вот я конечно изучала и медицинский наук и парамедицинские науки потому что тоже было интересно из медицины отхлынули люди к целителям к джуна я вот уже изучала джуна в 90-м году много куда мне очень хотелось вот эти методы тоже знать и понимать и применять конечно их к себе когда я восстановилась методом суджок можно сказать поднялась из этой ямы до восстановилась своих 19 диагнозов как-то освободилась совершенно у меня философия поменялась с западной на восточную говорят вот восток дело тонкой да там все иначе вот уже совершенно другая была и конечно у меня вот в этот период и до этого и в этот период у меня когда вот принимаешь такие снотворные какие-то серьезные антидепрессанты там депрессия была потом если поставил диагноз и когда была жуткая апатия ну просто вот ну ничего не хотелось делать и потом когда вот у меня такой проснулся интерес к жизни и все захотелось узнавать я конечно удовольствием училась зарабатывала училась платила зарабатывала училась платила и ежегодно ежегодно и я вот тут недавно посчитал я больше миллиона потратил уже на свое обучение и продолжаю буквально в марте у нас очередной курс такой повышение квалификации по методу суджок был и 25 марта только закончилась я только-только вот с него вернулась вот и конечно когда вот эти таблетки серьезные принимаешь что там повышается аппетит как-то ну затормаживается все движение меньше оно и лень и сил нет какие-то там зарядки делать что-то там какие-то пробежки делать ну вообще просто как-то интереснее как у меня в жизни конечно я тоже начинала прибавлять вес ну как бы хорошо что мозг под контролем всегда и я не допускал очень серьезных каких-то вот а были период когда вот в этой же депрессии я тогда не работала я уволилась два года не работала вот и я однажды собиралась к матери вот и похудела так что ну в общем похудела на ну на 6 килограмм то есть у меня размах в моем весе был там 12 килограмм да вот то время на 6 килограмм похудела и пошла даже на обследование узнать что же у меня такое думание рак ли у меня желудка потому что вообще тоже аппетита никакого нет то есть я прошла и одну и другую сторону хорошо что я вот в одну другую сторону очень глубоко не падала но все-таки я научилась и там и там понимать где край после которого нельзя падать и поэтому я с удовольствием могу научить тех кто тоже хочет в этой теме как-то разобраться прочувствовать какие-то свои личные вопросы задать вот и я специально как-то поправлялась когда вот похудела потом излишне набрала потом была жуткая аллергия от того что поправилась в общем много всего и я поэтому изучала вот это вот и нутрициологии диетологии как профессиональная как врач да вот специализация по гигиене питания вот целительство я тоже изучаю разных целителей время от времени и у меня есть отдельный диплом по работе с маятником ради эстезия у меня учитель из югославии когда я обучалась 2000 году на диплом он говорил что россия в том мире в то время была на 53 месте по ну вот по этим делам по рамке по маятнику да то есть она тогда как бы только просыпалась вот я в то время обучалась вот так вопросы да я увидела вопросы я вам сейчас скажу мои дорогие я хочу чтобы и вам думаю такой дом чтобы у нас был диалог да я вот так люблю как -то общаться разговаривать у вас только возник вопрос вы можете в этом но записать конечно если он не очень своевременный или запомнить и написать потом когда нужно будет или сейчас сразу понимаете то есть я хотел бы по ходу отвечать чтобы у вас никаких вопросов не осталось то что у вас есть в голове или а ответить или сказать когда я могу ответить давайте так я вот увидела вопрос наташа левочкина пишет а можно узнать какой у вас был максимальный вес ну я не знаю вам это будет смешно или не смешно у меня максимальный вес был 55 килограмм при моем росте 154 сантиметра вот для меня это лишние килограмм это это пот это одышка я на третьем этаже живу да без лифта у нас вот то есть я не могла даже первый этаж преодолеть без одышки вот потом это жуткая аллергия я брала даже больничная месяца полтора восстановилась то есть это была такая сплошная корка на животе на спину меня отекали даже уши нос и губы и потом присоединилась эта аллергия хлорки я не могла я тогда в стационаре в больнице в детской работала заходить даже вот я не могла хлорку вот какая там хлорка да уборка какая-то происходит я не могла то есть вылилась такую жуткую аллергию получилось так что я то что вот я ела и поправилась это поправилась я вот это в пионерском лагере тогда врачом работали просто так думаю ну дай-ка чуть-чуть поправлюсь и как-то первый месяц пол килограмм по моему прибавил второй килограмма на третий я так вот эти четыре с половиной килограмма так вроде бы я более-менее было по телу но очень-очень мне не понравилось это вот вы мечтаете вот поэтому я вас и научу то есть для меня вот есть такая понятие понятие все равно конституция да то есть я нормастеника такой немножко астеник и для меня вот эти вот 55 они были там очень излишне скажем так я тоже так хлорку не переношу вот я бассейн да не очень переношу с тех пор так а если вы не от еды от стрессов и гормонального сбоя как корректировать рост ага да вы понимаете у меня тоже был гормональный сбой а тогда мне в 130 37 лет но 33 начала болеть 37 лет меня ну извините уже с такой интимной подробностью меня прекратился цикл и мне тогда говорили ну чего вы хотите там ранний климакс ранний климакс 37 лет но я как-то додумалась что это ранние старение в 37 лет но понимаешь что это такое вот были сбой конечно я ходил там по эндокринологам по кинекологу мне ставили увеличение щитовидной железы второй степени тоже одно из этого понимаете как бы она тоже когда нарушается то там веса начинает нарастать ну все вот ну вот когда мне этот суджок не пода подоспел вовремя это было действительно вовремя что я не запустила все и восстановилась как-то гормональный сбой ну конечно если гормональный сбой есть методы коррекции конечно есть и в методе суджок есть и в крайних ситуациях я с лекарством не работаю с 91 года вот с 91 года в основном обхожусь своими средствами было период с 95 года когда я очень активно работаю с биологически активным добавка вот эта нотрациология диетология да то есть я в этом тоже понимаю есть такие фито заменители гормональных средств натуральных чтобы не так сильно какие-то осложнения были ну вот аллергии тоже конечно конечно дорогие аллергии у меня просто ну как отче наш просто вот я сама никогда раньше не знала не помнила здесь что у меня был аллергия она вот у меня вот такая жуткая была на животе прямо корпус сплошная ну жуть вот у меня у мужа аллергия по наследству но я к чему говорю что и у детей тоже сын у меня с первого года там были у него проявления потом в какой-то период он весь обсыпался вот однажды он перед экзаменом сейчас уже подзабылась какой это было 10 класс или перед восьмым он просто весь обсыпался ну просто вот все все тело у него обсыпалась аллергией конечно я его восстанавливала на две недели восстанавливала у дочки выставили атопический дерматит с полутора лет то есть у него были вот такие прям трещины мокнутия под коленками шея локоточки вот и до двух с половиной лет у нее такой был очень выраженный период то есть понимаете я ну это вот прошла поэтому я вам обязательно в этом хорошо помогу я эту тему очень хорошо понимаю и конечно я и с другими ну это вот я все не вам говорю в семье что было потому что действительно очень близко и конечно я с пациентами очень плотно с этими темами работала так приступим к заявленной теме наблюдатель так заявленной теме так что я еще здесь хотел сказать из того что я написала да вот те кто живет москве под москвой поближе есть вариант то есть я могу конечно я сейчас делаю акцент на работу в интернете но все равно у меня есть вот эти любимые такие экспресс тестирование диагностики по точкам суджок когда я могу это сделать людям особенно когда они вот такие логики которым нужно коридор нормы там цифры факты графики вот им показать потому что так вот хотя метод суджок он позволяет ставить диагноз вот так вот по внешности по разговору по поведению по конституцию по проявлениям понимаете на востоке глаза язык а там как система соответствия волосы ногти по всему этому можно ставить диагноз вот и поэтому конечно можно проводить когда-то пересечься где-то найти я могу выехать где-то найти место для встреч так ну что ж двигаемся дальше у меня любимый мой учитель профессор пак дживу этого метода вот он такая у него прекрасная улыбка у нас есть улыбка медитация мы сегодня в этом тоже с вами немножко позанимаемся вот и я здесь написала такие даже вот где-то вырезала где-то написала конечно это вот су джок кто не знает внизу такая картиночка руки кисти и стопы су джок стопа переводится корейского языка и там самое первое такое вот знание метода это проекция всех органов систем на кисти и на стопы но здесь такие вот они картинки не очень понятны но когда я вижу виду непосредственно прям вот этот метод то я конечно там все сопоставляю человек все понимает но вы можете следить за мной на вебинарах и я эти темы время-то времени подробнее освещаю мне есть такие вебинары записаны которые я даю в подарок своим клиентам или как вас назвать те кто становятся моими обучающими обучающимися людьми да в программе и поэтому мы можем это подробнее изучить вот конечно здесь вот этой вот теории я написал вам так сразу непонятно что это такое но дальше немножко будет картинки это том что метод су джок это более такая современная наука она появилась в мире в 87 году и профессор пак тогда говорил автор метода что ну как бы когда все течет все изменяется а китайская наука которые пять тысяч лет говорят что вот ей пять тысяч лет она как бы не должна изменяться и все вроде так как был пять тысяч лет назад все до сих пор так есть если только еще что-то утерялось или не точно преподносится он говорит все должно развиваться метод тоже так поэтому сделал как это такое объединение это метод китайской медицины индийской медицины метод чакры если китай меридианы на каналы вот китайских египетских пирамид и спиральной системы вот поэтому можете здесь понять алмазная система она выходит из системы пирамид то есть это такая особая энергетическая система внешних чакр внутренних чакр пограничных меридиана центральных каналов вот и спиральная система когда на теле человека по спирали проходит своя особая энергетическая система это есть только пока в методе саджог вот в основном те кто преподают каналы меридиан там есть чудесный канал они идут или вертикально или там поперечные какие-то сосуды а вот спиральная которая начинается от макушки до кончиков пальчиков там тоже завитки такие вот это идет по всему телу спиральная система и поэтому мы сегодня будем ее касаться вот теория м-частиц это теория которая применяется в медитации ну можно попроще так вот вам сказать что это частицы которые окружают нас например вот аура вот и с ними можно взаимодействовать с этими частицами для пользы себе вот суджуки терапии это вот мы тоже сегодня немножко коснемся как мы какими движениями можем этот метод получше знать вот твист терапии это перечисляется методы я их там еще немножко перечислил как бы твист скручивания это есть такая у нас гимнастика специальная пока я не забыл я даже себе там написала вот насколько я просто сегодня ну посмотрела там одну картинку вот насколько это ну просто так вот недавно разговор был там кто-то говорит твист гимнастика да я там посмотрю вот ну женщина рассказывала на обучении молодой парень лет 30 ну встречаемся через две недели я говорю ну что посмотрел показывай там 64 движения да они систематизированы чтобы все тело каждый вот этот спиральный меридиан можно сказать так произвел свое скручивание правильное и чтобы свою работу правильно произвел и талию тонкую сделала женщине и убрал лишний скажем вес да вот ну вот так вот как-то вот так вот понимаете вот я вам показываю книжку вот вы видите какого я размера вот это вот видите название треначальная спиральная гимнастика вот я вам показываю толщину книжки да вот мягкая обложка вот она вот такая книжка вот она вот но относительно моей руки да ну как вот вам ее еще показать издалека вот понимаете вот это вот только спиральная гимнастика которую можно очень долго изучать и там не только тело там всех частей тела там спиральная гимнастика может быть печени может быть отдельной части тела языка глаз головы шеи или какой-то части тела есть везде своя специфика на талию или на бедра вот или на верхний пояс то есть это вот так вот все у нас очень много книг и все очень серьезно есть у нас свое тайдзи начинаю называть треначально это несколько вариантов как минимум четыре йога улыбки вот медитации улыбки йога улыбки у нас несколько вариантов есть это тоже систематизированный такой метод вот он есть первый вариант есть формульная йога йога с улыбкой это тоже в программе оздоровления очень здорово и особенно с весом сейчас я вам показываю вам было предложено четыре ключа здоровья или там называется четыре главных составляющих здоровья в подарок слушателям поставьте пожалуйста плюсики кто кто прошел кто получил и я организатору попросила если можно дать ссылочку там где регистрация была где они могут этот подарок получить потому что там много вот того что вы сейчас вот спрашиваете меня или можете спросить и там почти два часа вебинара можете посмотреть и очень-очень много узнать а мне потом только задать например вопрос какой-то у вас вот вот такие четыре составляющих там на этом вебинаре разбирается один вопрос еще один вопрос два и три вопроса не получали так ну мы тогда татьяну попросим сейчас чтобы она вам еще раз дала ссылочку где можно этот подарок получить и вы можете таким образом стать моим подписчикам когда вы этот подарок будете получать на ютубе нет у меня в закрытом доступе то есть есть у меня ну самые простые такие когда я веду открытые вебинары вот я их я их я их как бы выкладываю в открытый доступ например ну одни сутки или бывает там трое суток выложу а потом закрываю в закрытый доступ потому что ну как бы ну зачем просто так человеку давать если ему это не интересно ну ладно хорошо кто оформился тот оформился так тогда будете в другой момент мне искать ну вот немножко тут вот я своих фотографий вот сейчас решила вам предоставить вот тут я возраст написала да вот тут мой первый сын новый год мне было 28 лет потом вот в середине этого встречи с одноклассником проводили меня там щелкнули вот и вот последняя фотография с профессором Пак отживу это у нас был день памяти в музее буквально вот 25 марта вот так я сейчас выгляжу если кто-то кого-то устраивает вот такой внешний вид значит вот кто-то может к этому стремиться то есть вот я хочу сказать о том что у меня по жизни вот примерно одинаковый вес вот как пошли мои прошли вот эти мои болезни да когда я справлялась с ними и потом вот у меня такое ну вот еще тоже я ой та же фотография попалась дважды не удалила вот ну вот примерно так вот тут видите как это вот я с сыном в Питере он служил тогда в армии одна и та же фотография ну вот на велосипеде тут тоже с сыном чуть постарше ну вот примерно вот так я всю жизнь выгляжу так ну вот давайте немножко к теме нашей да давайте к нашей теме я сейчас открою вспомнить как у меня формулировка так писала конечно я себе большой план ну как всегда времени не хватает вот уже полчаса пролетело вот вспоминаем танец твист вот поставьте пожалуйста плюсики кто его танцевал танец твист так Наталья есть такая есть так есть такие вот здорово значит мне уже танцу вас не надо учить сейчас танцуют здорово ну вот там видите смысл в чем то есть как бы мы ноги стопу скручиваем и получается что у нас скручивается талия да там руки в одну сторону ноги в другие ну акцент здесь получается как бы на талию да вот и я хотела вам это и подчеркнуть что вот этот вот твист скручивания это скручивание действительно тела если я говорю про спиральную систему которую вот представьте как бы как лента идет по всему телу и таким образом ее эту ленту и нужно так скручивать чтобы эффект был если мы по прямой пойдем то мы никак не не добьемся эффекта ну то очень чтобы понятно было могу сказать что мы когда выжимаем белье да то мы его вот так ну уже перестали стирать но все равно подстирываем что-то выживаем белье то мы его скручиваем и тогда вот эта сила такая скручивание она выжимает там до последней капли воду это сила применяется именно вот это вот висто скручивание и точно таким же образом если мы ну просто вот даже руку свою там поставим перед собой и ее вот так вот так 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 вот закрутим насколько то можно вот я ее закрутила насколько можно да вот я ее там раскручу насколько можно все опять и вы так можете сделать и точно так же можно сделать с ногой сделайте все пожалуйста вот скрутите обе руки поставьте перед собой, скрутите их в одну сторону до предела, прямые руки, и в обратную сторону. Сделайте, пожалуйста, разминочка вам такая небольшая. И вы ощутите, насколько энергия такая, вибрация, как по проводам побежала. Тепло даже может быть. И когда такое скручивание мы... Покажите сами, я уже показала вам руку. Я вам руку показала, как еще показать. Давайте так попробуем. Вот рука моя прямая, да, вот она у меня вот так прямо. Вот я ее скручиваю, вот-вот-вот-вот прямой, вот я ее всю скрутила, да. Вот я ее скрутила, всю. Вот я ее назад раскручиваю. Я в обратную сторону еще могу закрутить, насколько она там закрутится, да. Ну, то есть вот это вам образец, как это скручивание любой части тела может происходить. И когда такое скручивание на талии, выжимание, то представьте себе, что случается тогда с лишними отложениями, у кого они есть. Как это опасно. Как это все, ну, опасно в смысле для излишних отложений, да. Вот, и как всем до костей, до надкосницы, все ткани оживляются, вся кожная ткань, она тренируется, подкожная клетчатка, мышечная ткань, и все буквально до надкосницы. Вот, и конечно, это вот таким образом способствует такому вот хорошему весу. Вот вы женщину такую видите. Здесь я несколько слов хотела бы сказать про красоту, да. Вот, хруст. Так, извините, я сейчас немножко вверх загляну, я могла пропустить какой-то вопрос. Так, это вам не лесгинка. Так, ну, лесгинки больше, вспомните, там медленные повороты, больше в основном такие прямые. Вот, чем отличается хруст, возможно или нет? Ну, хруст возможен, когда такая смазка слабоватая, чтобы в йоге скрутки. Есть скрутки в йоге? Конечно, есть. Есть такие даже, есть такое даже выражение, там, как это, скрутки. У Нарбекова такое тоже есть. Это, ну, само движение, его разве придумали? Его не придумали, просто это систематизировано. Вот гимнастика наша, спиральная, она систематизирована. 64 движения. Эти 64 движения закручивают все тело, абсолютно все, до каждой клеточки. И потом я вам показала эту книжку, там можно добавлять эти движения. Это уже индивидуально для тех, кто приходит на обучение. Индивидуально для тех, кому что нужно докрутить и в каком именно месте, и как правильно. Потому что там есть особенность такая. Не всегда прямо, ну, и через боль, конечно, нельзя. Вот в западной медицине там, ну, можно сказать, ошибка такая большая, когда говорят через боль разрабатывать. Ну, вот, в общем-то, есть такой, в этом-то и есть индивидуальный подход. Конечно, есть скрутки, конечно. Но у нас вот это систематизация. Вот это очень важно, что профессор, у него такой логический склад, он все это промыслил сначала и потом уже делал. Ну, вот одно из движений йоги, второго варианта, вот он нам показывал на столе, это с лекцией, ну, с переводчиком, да. Вроде простое такое движение на одном боку, вот такие там руки. Это одна из формул. Одна из формул, которую мы можем подобрать человеку конкретно при его проблеме. Вот такое, ну, не такое, она другая будет, там можно подобрать для печени, для поджелудочной железы, как именно вот этот орган скрутить, как помочь руками, ногами, как помочь головой, шеей и всем, чем мы можем, вплоть до языка, еще упражнение показать. Понравилось? Какое упражнение еще показать вам? Давайте я вам покажу, например, вот у меня голова видна, да. Вот говорят, что нельзя скручивать голову в определенном возрасте, говорят, ни в коем случае нельзя там резко поворачивать голову. Для талии, талии меня не будет видно, наверное. Меня не видно в талии. Ну, для похудения. Ну, для похудения сказала скручивание, поэтому, ну, конечно, к тому же индивидуально. Ну, вот на шею, например, скручивание, вот если прямая, вот представьте прямая шея, да, то вот прямое скручивание, оно будет, ну, как бы просто выглядеть на так, а если мы его сделаем там по диагонали, то оно будет выглядеть, вот, ну, например, в эту сторону таким образом, и точно так же для тела, понимаете. Но это индивидуально для похудения, индивидуально для каждого, какие движения ему нужны. Вот здесь я вам ещё, значит, я хотела сказать вам про осанку, про походку, да, то есть красиво, действительно красиво. Женщина, когда идёт красиво, она идёт так восьмёрочками, да, вот вы могли слушать тоже скруточки, восьмёрочки, идёт восьмёрочки, как бы бёдрышками так колышет, мужчина тоже может зайти красиво, может быть, он бёдрами не будет так шевелить красиво, но всё равно он как-то должен двигать плечами, как-то вот спокойно так развернута эти, походка такая осанка распрямлённая должна быть, а это держит всё мышцы, тренировочные мышцы, натренированные мышцы, вот поэтому, конечно, там, и как ступить, это тоже мы с вами будем касаться, как правильно ступить, как держать, как тренировать, что как. Вот, я ещё раз вам написала, какие здесь у нас двигательные практики есть, я, видите, здесь написала внизу, показать книгу, я вам уже показала для памяти, чтобы не забыть, вот, и вот эти элементы можно, конечно, изучать отдельно, и у нас есть такие курсы, но индивидуальное упражнение подбирается именно какому человеку, вот частично можно, я вам показала голову, кому-то нужно, например, прорабатывать шею-голову, если там проблемы есть с щитовидной железой, она на шее расположена у нас, вот, то, конечно, индивидуально подбирается. Так, с какого возраста нельзя женщинам крутить головой? Ну, в принципе, можно в любом возрасте, просто нужно знать, понимаете, нужно знать вот эти правила, показания и противопоказания, для конкретного человека они конкретные. Резко, ну, не нужно двигать тем людям особенно, у кого, например, там действительно выраженный хруст в шее, или бывают какие-то головокружения, или при наклонах, или при какой-то позиции, там бывают какие-то неприятности, бывает, человек просыпается утром, у него какой-то боли или что-то возникает, отлежал что-то, хотя не должен отлеживать, вот, и тогда, конечно, больше проблема с головой, шеей, конечно, очень аккуратно, но всё равно нельзя, у нас там 7 позвонков, мы, конечно, должны очень активно это разрабатывать. И вот когда хруст, здесь был вопрос, ну, в принципе, хруст, это вот смазки мало, когда профилактически, вот почему очень важно профилактически делать, потому что мы добавляем вот эту смазку жидкости, то есть когда человек активно движется, то у него лимфатическая система, кровь быстрее бегает, да, нужно побольше водички пить, это жидкость тоже, смазка. И, ну, вот такой секрет вам открою, у кого суставы больные, например, коленные, ну, вот часто у кого избыточный вес, а, кстати, поставьте плюсик, есть у нас такие, у кого вот вес, кто избыточный написал, есть ли у кого коленные суставы больные, тогда я, ну, тоже что-то полезное вам сейчас скажу, о, Лидия написала, сколько плюсов много, страшно аж, так, и Валентина столько, ой, как, ой, дорогие, ну, что ж такое, м-м-м, ну, вот видите, вы мне даже подсказываете, что нужно брать вот такие делать обучающие курсы по суставам, по звоночнику, да, не только вес, а одно из другого вытекает, м-м-м, сколько много, ну, скажу вам сразу, вот личный опыт, да, вот такая тоже история, чудеса, не чудеса, как сказать, я работала одно время с 1994 году в центре здоровья, такая школа здоровья вместе с Нюмывакинами, кому известна фамилия Нюмывакин, поставьте плюс, с Людмилой Степановной, с ним мы работали вместе около двух лет, там такие недельные программы очищения были, вот, и я там впервые, так, знаете, вот я с ними работала на заре своей такой профилактической работы, и там мы проводили диагностики, я там впервые начала проводить с 1994 года, вот именно компьютерную диагностику, я компьютером знакома с 1994 года, вот, измеряла по точкам, правда, там было сначала по всему телу, вот, и там распечатки были свои, и с тех пор я вот очень полюбила такую диагностику, и там у нас была эридодиагностика, я её так вот для себя изучала, я могла понять, посмотреть, как это классическая диагностика, потом у нас с УДЖОК своя есть эридодиагностика, я дополнительно проходила курс, хотела тоже вам книжку показать, но её рядом нет, вот, то есть я могу тоже диагностировать по глазам, по радужке, но вот в данный момент я её изучала, и меня смотрела женщина, которая, ну, уже несколько лет работала с эридодиагностикой, она посмотрела и говорит, левое колено, что такое, а мне было тогда 39 лет, около 40, я говорю, да ничего вроде, а потом так начала вспоминать, она говорит, ну, вроде какая-то травма была, и что-то там, говорит, ну, как-то непонятно, не полностью функционирует, вот, а я начала вспоминать и вспомнила, когда мне было лет 11, наверное, мы на физкультуре делали стойку на голове, и, ну, так, перед матом, и я так, ну, мат, матрас, да, был впереди, и я так не удержалась один раз, и коленом так ударилась об пол, здорово, меня прям даже на рентген возили, делали снимок, потому что жуткая была боль, казалось, что у меня этот надколенник треснул, лопнул, но, слава Богу, не было перелома, но была очень сильная боль такая выраженная, вот, и потом, когда уже вот, ну, какой-то период, я сейчас не могу вспомнить, в каком вот году было, по-моему, в 10-м, то есть вот 5 лет назад, да, я люблю подниматься по эскалатору, спускаться по эскалатору, тогда я работала еще активно, 3 года я активно работала с одной фирмой, по этим, ну, рецептикам, да, вот, с аптеками, с медицинским центром, и я бежала по эскалатору вниз, и у меня раз какой-то вот такой, ну, бывает такое, может, кому-то известно такой, раз, ломота какая-то в суставе, я только приостановилась, думаю, ничего себе, и у меня какой-то вот этот вот период немножко, так это колено, оно отузвалось, то есть вот впервые, когда я почувствовала, что у меня что-то с суставами, с коленами, это вот такое было, конечно, я занялась, я, конечно, сразу занялась этим суставом, я, конечно, вот я сейчас вопрос про коленки скажу, вот, понимаете, То есть нужно заниматься, я там и лёжа занималась, и сидя, и я всё равно не перестала ходить по эскалатору или там по улице, не ходила, не хромала. Ну просто вот какое-то положение вызывало такую неприятную боль. Я, конечно, просто занялась настолько активно с этими коленками поработать, и я просто прогнала эту боль. Просто прогнала, понимаете? То есть я, ну вот сейчас я хотела вам сказать, что колени, можно лечь на спину, да, и как тараканчик там очень активно пятками похлопать себя по попе. Поставьте плюсик, кто может пятками похлопать себя по попе, лёжа на спине. Это нужно делать, уметь делать, то есть уметь достать, уметь достать. Так, есть такие, розы есть, Татьяна, ещё кто есть. То есть когда вот ложитесь вы, вы можете вот так, как я вам сказала, порисовать круги, поскручивать стопы в одну сторону, в другую сторону, согнутые такие ноги. Ну прямые лёжа тоже можно, но вот особенно согнутые в коленях под углом там 90 градусов, в бёдрах и в коленях. Вот. И порисовать круги, ну как бы стопами вот так вот, активно-активно. И активно-активно сильно-сильно похлопать себя по попе, потому что можно приседать, конечно, вот когда приседать, у кого с коленом проблемы сложнее, потому что вес тела давит, а когда вы лежите, вы расслаблены, можно в такую позу лечь удобную, на спину какой-то, ну подстелить что-то себе, чтобы так вот там не впивалось ничего в вас. Вот. И таким образом, значит, вот будете помогать своим коленам. То есть поделать гимнастику активно. Так, я вижу, меня слышно или не слышно. Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, меня слышно? А то у меня что-то не видно звука. Слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, слышно? Так, слышно, спасибо, значит, больше не отвлекаюсь. Слышно и видно. Так, тогда хорошо, те, кто увидел, что слышно и видно, значит, они могут перезайти, как-то сами разобраться с этим. Так. Ну, я как вот сижу перед вами, никуда не выпадаю, честное слово, никуда не выпадаю. Как сижу перед вами, говорю и говорю. Никуда не выпадаю. Вот поэтому вот похлопать ступнями. Нет, ступнями, не ступнями, а пятками по ягодицам. То есть у вас должна пятка согнуться, прислониться к бедру. И вот вы так с размаху похлопаете. Если у кого какие-то боли есть, значит, вы хлопаете на таком уровне, когда нет болей. Но всё равно очень активно вот это вот лёжа на спине для своих суставчиков, даже если боли есть. И вот эти вращательные такие спиральные движения поделать, скручивающие. Так, про женские сгибы мы с вами почти поговорили. Но вот давайте я сейчас спрошу вас. Есть такая по попе лёжа на спине? На спине, конечно. На спине. Лежите на спине и пятками хлопаете по ягодицам. Вы сгибаете ноги максимально, насколько вам удобно, насколько у вас допускает вес и ваши мышцы, и отложения у кого есть. Колени к себе ближе придвигаете, к груди, да. Вот, а пятками хлопаете по ягодицам. Ну, прям вот нужно хлопать по ягодицам, доставать. Пятку не достаёт. Ну, а если похлопаете несколько дней, то будет доставать. Не пробовала Галина никогда. Ну, удивительно, надо же. А я это с детства делаю. Очень интересно, так смешное упражнение такое. Так, давайте поговорим вот о чём. Скажите, пожалуйста, кто знает, какой больно? Ну, больно, значит, не делайте больно. На той границе, когда не больно. Каждый день у вас будет амплитуда увеличиваться, и будет лучше и лучше. Попробовала, правильно? Лень милость делала, попробовала. Так, напишите, пожалуйста, кто знает, вот по поводу веса. Кто знает, какой должен быть вес, ой, какой должен быть объём талии, допустимый у женщин, у мужчин, чтобы можно было сказать, что это ещё верхняя граница норма. Пятка не достаёт, он меня достаёт. Пробовать надо, тренируйтесь. Здесь очень хорошее упражнение, причём лёжа на спине, весом вы не давите. Так, 88, 80. Так, не большего. А, не больше 80, не больше 80. Так, 90. Про мужчин не пишут. А у нас мужчин вообще есть? Мужчины, поставьте букву М в чате. Есть у нас мужчины? Или у нас только женщины? Мужчин 98, 88. Нет, многовато. Мужчины, поставьте, пожалуйста, букву М в чате. Есть у нас мужчины? Или только женщины интересуются здоровьем, методом суджок? Есть, Евгений! Ура! Поздравляю! Так, здорово. Ну, ещё кто-то есть у нас из мужчин? Так, больше нет, наверное. Ну, ничего, мужчины вам просто гений. Все лавры, все поцелуйчики от всех женщин вам. Так, мужчин 94. Ну, да, в принципе, вы почти правы. Вот так вот рядышком написано. У женщин допускается 84 сантиметра, а у мужчин 94. Ну, считается, что мужчин чуть-чуть покрупнее. И не из-за того, что там должен быть какой-то излишний жир. Но это вот допускается так. Ну, вот смотрите, я что, о чём сегодня задумалась ещё раз, я взяла и посчитала. Считается норма, когда мы берём другую тему, например, правильных пропорций тела. Есть такие гиперстеники, нормостеники, астеники, да, например. Вот, и правильные фигуры, там, типа груши, типа яблок. Но сегодня совершенно не эта тема. Мы всё это можем разбирать на курсах специальных. Вот, ну, всё-таки вот считается, что нормальная пропорция, когда разница в объёмах талии и бёдер равна... Сколько, кто напишет мне, сколько должно быть процентов разницы? Сколько процентов должно быть разница в нормальной женской фигуре между талией и бёдрами? Сколько процентов? Кто знает это? Когда женщина? 50. Если 60 талия, как говорят, 90-60-90. А, я вам и подсказала, 90-60-90. То есть пропорции, ну, вот, конечно, это очень на худенькую женщину. Кстати, вот 90-60-90. У меня талия, вот вы видели, какая я есть, да? У меня талия 62-63. Вот. А, ну, в бёдрах у меня там 90-92-93. Вот так. Представляете? Это я роста небольшого, 154. А есть ли такие женщины, которые модели, и у них рост там 175, и вот у них тоже талия 60-ая, бёдра 90-ая, грудь 90-ая. Это же, ну, просто, ну, не знаю. Сейчас движение, по-моему, в обратную сторону пошло, и уже любят таких более пухленьких женщин. Вот. Ну, примерно так, да. То есть 1 треть, там, до 25%. Я вот так посчитала. Нет, 20 это мало. То есть я посчитала, если 84 см талии у женщины допустимо, то бёдра у неё могут быть, ну, скажем, если она чуть-чуть так полненькая, то это 106-108 см бёдра. Делим на 2, узнаём размер. И что у нас получается? 52-54 размер женщины. Это нормально, женщины мои? Разве это нормально? Это нормальный размер? 52-54 размер женщины нормальный, с нормальным весом. По-моему, это вот многовато, как бы нам дают, 84 см талии. Если у меня 64, 63, 64, а 84 даёт крайнюю границу. По-моему, нам так написали не очень хорошо. Вот. Поэтому я вас призываю, чтобы было гораздо меньше в талии. И, конечно, вот это вот такие твистовые движения я вам для коленок сказала. Конечно, вот что-то я вам уже подсказала, вот такое скручивание и восьмёрка. Здесь ключевое слово восьмёрка. Вы уже можете вот то, что делаете вы уже. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто делает гимнастику раз в неделю. Ну, просто вот такую гимнастику, разминку, движение раз в неделю. Плюсики поставьте, пожалуйста. Так, шутка, а как же жить, иначе раз бы такие, конечно. Поставьте, делает плюсики гимнастику. Так, раз в неделю есть такие. Так, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто делает гимнастику, ну, скажем, вот через день. Три-четыре раза в неделю. Я сейчас даже вот так вот сделаю. Вот, за моей отметкой. Так, есть такие каждый день, Галина, поздравляю, прям мои вам аплодисменты. Так, Ольга, так, есть такие. Вот, видите, как у нас разная аудитория. Бодифлексы, здорово, каждый день, здорово. Так, так, многовато, многовато. А что много, у нас 46-48 размер. Ну, да, 46-48, такие средние размеры, действительно. У меня там 44 размер, в бедрах, может быть, 46. Вверху поменьше немножко каждый день. Вот, какие вы молодцы, что делаете в гимнастике. Ну, вопрос в том, что нужно делать, чтобы они были, как бы, правильные и результативные. Так, я вам не сделала слайд, но я сейчас вам вот такую вот, вот у меня в плане написано, как оно тут у меня сейчас разместится, посмотрю. Ага, наверное, нормально. Наверное, нормально. Вот, я вам подсказку даю такую. То есть, вот эти восьмерки или по букве, ну, Z по-другому можно сказать. Вот когда говорят, говорят, глазами, например, рисуйте восьмерки. Вы понимаете, что это такое, да? Или бабочку, или букву Z рисовать. Вот, вот эти вот движения, вот перед собой вертикально, то есть, вы перед собой плоскостью можете рисовать эти восьмерки, руками там. Чем вам удобнее? Ну, наверное, руками, да, в положении стоя. Горизонтально, значит, как бы, параллельно полу, да, сбоку. Ну, тут вот всё слилось немножко, но всё равно. Как бы повернуться на бок и там порисовать восьмерки. Руками и тело у вас тоже скрутится, а как бы активно так вот подвигаться. Восьмерка для плеч, это вот я вам покажу одно плечо, да, вот одно. Так, сейчас. Одно плечо вы поднимаете, вот так, раз. И тут же второе. Вот вам восьмерка, вот она такая вот боковая получается. Можно рисовать её в горизонтальной плоскости. Так вот. Так. Вот так. Вот так. Раз, вперёд. И тоже подхватывайте другим плечом. То есть рисуете такую, как бы, восьмерку на полу горизонтальную. Вот. Можно её внизу над головой рисовать руками. Над головой руками рисовать восьмерку внизу. И диагонально под 45 градусов влево и вправо. Но это может быть не очень понятно. Это, конечно, уже специфические такие движения. Но всё равно. Восточные танцы. Точно, Лариса. Да, я тоже когда-то изучала восточные танцы. Это мне хотелось. И у нас очень много. Я даже видео вот таких много наделала. Коротких. Разминки. Отдельно там вот для плечевого пояса. Для головы. И нашей гимнастики. И такие разминочные. Очень много у меня всяких видео. Я их обычно вот добавляю к обучающим курсу. Или подарки иногда раздаю. Что-то есть немножко на Ютубе. Ну, в основном я вот так вот на Яндекс.Диске как-то даю запись. Вот так. Или скачивать. Так. Ну, вот здорово. Понимаете? Поэтому вот на этом красота тела. Это вот в этих гладких линиях. То есть, когда действительно дали вот такие лишние отложения, это однозначно нужно талией заниматься. Ну, как бы талия, да? Потому что вот это вот живот, когда сальник малый, большой там вырастает. Это они как бы обволакивают все внутренние органы. Во-первых, они мешают им правильно работать, кишечнику. Ну, однозначно, если вот такой сальник там большой. Ну, вот знаете, вот давайте не будем о грустном. Но вот всё равно есть такие люди, которые вот видят, как это выглядит изнутри человека, да? Вот эти сальники. Когда там такая огромная, просто небольшая, прям толщиной там, я не знаю, сантиметров 10 лежит в животе. Кроме того, что подкожная клетчатка там даёт много избытка, ещё вот в животе, конечно, она там все органы заставит. Конечно, там и задержки стула, и кровообращение, и лимфообращение, и иммунитет снижен, конечно, однозначно. Поэтому вот красота тела, она вот для здоровья, для пользы, для здоровья. Вот эта разница между бёдрами и талией. Это для здоровья в первую очередь. Так, дома машу руками, ногами. Так, здорово, мои машите. Что ещё я прочитаю? Так, конечно. Что ещё? Руками, ногами. Так. Касторка хорошо всё вычищает. Кастор и масло? Ну да, ну мне что-то, ну как-то вот по вкусу никак, ну как когда-то было. Вообще, кстати, у меня такая, ну как сказать, с детства была проблема с задержками стула, для снижения давления. Для снижения давления это специальный комплекс, конечно, очень индивидуально. Конечно, это не только движение шеи, головой. Это, ну, чаще всего давление, вот почему ещё индивидуально? Ведь нужно разбираться тоже, с чем оно связано, давление. Холестерин или там какие-то органы связаны, стресс или что там, с чем связано вообще. Вот, я вам сейчас немножко тут сдвинусь дальше. Сейчас, вот нам уже дальше чуть-чуть нужно идти. Вот, я немножко скажу вам про питание, головные боли, виски, да, у кого проблемы со стулом помогают. Конечно, есть такие упражнения, которые я как бы индивидуально подбираю, которые способствуют отхождению стула прямо вот непосредственно. Тоже скрутки такие, нужно знать, как скрутить. Тело, как чем помочь, что, как подогнуть, куда. Именно вот, чтобы прямо стул был, как бы выдавливается стул. Давайте немного про питание поговорим. Я отдельно слайд не сделала, я сделала вот такой слайд. Вот, как бы тоники, да, у нас обозначено, что для хорошего настроения, да, какая пища у нас для хорошего настроения, так у нас называется тема. Вот, и я здесь вот расположила такие тоники. Давайте мне, вот, ответьте, пожалуйста, как у нас с нашей аудиторией продвинутая. Конечно, я думаю, что если приходите на тему здоровья, вот так вот вечером прийти, послушать, посмотреть, конечно, вы много знаете уже и слышали, наслышаны. Вот напишите, пожалуйста, из тех продуктов, которые здесь вот обозначены. Значит, кофе, чай, да, шоколад, какао, кока-кола, пепси-кола. И здесь вот растение, это орех-кола. Орех-кола, который, из которого делают тоники, пепси-кола и кока-кола. Кофе постоянно. Напишите, для кого это вот эти продукты являются тоником, напишите тот продукт, который для вас является именно тоником. Кофе с молоком ежедневно. Так, чай. Так, ну чай вот тоже, конечно, понимаете, здесь я его немножко вынесла за границу, да, не перечеркнула. А из чая тоже разные бывают. Бывают такие, которые способствуют стулу, а бывают те, которые крепят кофе по утрам, шоколад, кофе, зеленый чай. Зеленый чай вот тоже, да, я сама любитель зеленых чайов, у меня их много сортов. Так, для меня гематоген. Гематоген, так, все это несъедобно. Так, я еще раз прочитала, что написали, чтобы не пропустить. Так, что-то там Наталья нам не по-русски написала. Повторите по-русски. Так, кофе зеленый, чай, чай. Так, я не травлюсь в химии. Кофе черная бурда. Пью редко. Жалею почки кожи. Правильно. Кофе по-турецки. Зеленый чай. Не уснешь. Кофе и кола. Травяной чай, шоколад, кофе, чай, гриб, рейша. Ну, хорошо, если это вот действительно гриб, рейша. Так, чай, шоколад. Ну, вот вы знаете, я про себя скажу, что я шоколад всю жизнь. И я, ну, это не значит, что я его там килограммами ем, да. Но для меня, вот, у меня по жизни склонность к пониженному давлению. Вот, и первый раз я в студенчестве, когда я ревматизм сердца перенесла, да, и мне начали ставить, в 13 лет, начали ставить там в подростковом возрасте вегисосудистонию. То есть, как бы чуть-чуть пониженной. Ну, вот, когда 20 лет мне тоже там очередные болячки понаписали, электрокардиограмма была серьёзная, тёки пошли. Ну, в общем, болезнь третьего курса. Мне сказали, что вот у нас бывает на третьем курсе, когда уже начинаешь что-то понимать, ещё не в клинике, а ещё только изучаешь. Ты знаешь, начинаешь у себя эти болезни названием давать, диагнозы ставить. Ну, вот, и мне тогда сказали тоже, что, ну, кардиосклероз написали, там, ревматической теологии, там, неполные блокады, там, положение сердца. Ну, вроде по чуть-чуть всё, но в конце концов, вот это, что кардиосклероз написали в мои 20 лет, да, я говорю, а чем это мне грозит? Мне причём рентгены делали, кардиограмму, всё, что можно было там, фонокардиограмму. Чем мне это грозит, что у меня, там, такие, такой диагноз? А мне врач говорит, ну, чем, чем, инфаркт в 30 лет? Как вы думаете, мне это приятно было, да? Во-первых, такой прогноз, я напугалась, думаю, ну, ничего себе, вот, такой у меня прогноз. И, конечно, я как-то, ну, начала ещё больше обращать внимание, в то время, когда я рюмкардет принесла, ревматизм сердца, меня физкультуру освобождали на год, и, ну, не пускали на физкультуру, но я всё равно чуть-чуть тренировалась, и потом, вот, вы знаете, вот моя судьба тут, похоже, с Харламовым, кто он у нас, хоккеист или футболист? Кто Харламов, футболист? Ой, хоккеист, да? Вот, у него тоже был пролапс сердца и перенесенный ревмокардит. Я как-то однажды просто услышала его историю, вот у меня такое было, у меня тоже потом стали пролапс метрального клапана, там, первая-вторую ступень, и он у меня нарастал. Я тоже спрашивала, а что, в чём будет? Ну, это как бы небольшой порог, не смыкаются клапаны, и кровь не проходит. Они говорят, ну что, усугубляется, может быть, порог перерасти. Вот понимаете, какие прогнозы у меня. Ну, вообще, я слабый ребёнок по жизни была, и поэтому вот приходилось всю жизнь заниматься здоровьем. Вот, и я, конечно, ну вот, как бы склонность по жизни к пониженному давлению. И я не пью кофе, я не привязана, я его могу выпить, ну, вот в гостях, когда все пьют кофе, чтобы я там не капризничала, сказала, а я не пью кофе, я такого не делаю. Вот, или там, редко, ну, у меня был период, когда я этот кофе покупаю вроде в зёрнах, чтобы самой перемолоть, и думаю, сварю, ну вот он у меня лежит, 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 потом я его сестре отдаю, она там иногда кофе пьёт. Вот, то есть просто я могу, ну, раза три в году выпить кофе, понимаете, то есть я не привязываюсь вот к этим тоникам. Конечно, никакие пепси-колы, кока-колы, даже ни, 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 ни на какой там зуб никогда, и не знаю, может быть, я только попробовала какой-то вкус. Вот, конечно, вот эти чёрные чаи или там какие-то чаи такие подозрительные, которые могут тонизировать, я тоже не пью, или очень, вот если я чёрный кофе пью где-то, я, так, тихо-тихо, мне чуть-чуть-чуть-чуть, и кофе у меня прозрачный, они говорят, ну что же это за кофе-то, как чай, цвет как чай, вот такой кофе я пью чёрный, если было. Вот, конечно, это, ну, вот эти продукты, они не для здоровья, поэтому я вот вас призываю, если кто-то их употребляет, то, конечно, нужно, ну, понимаете, сократить до минимума, вот как ешь шоколад, я там за один раз могу съесть один квадратик или два квадратика, и шоколадка у меня, ну, она может у меня быть, ну, три недели, там, я её так потихонечку съедаю, вот. Конечно, вот сейчас вопрос о тониках растительных, ну, вы их многие знаете, но я вот к тому, что когда избыточный вес, например, вот сейчас у нас акцент на избыточный вес, то человек, ну, немножко он деловатый такой, у него сил немножко меньше, вот, ему, как бы, ну, хочется с чем-то себе подбодрить, да, силы какие-то придать, поэтому есть общеизвестные растения, там, такие, как, ну, женьшень, например, или там, или утрокок, ну, это вот тоже подходит тем, у кого пониженное давление, например, вот, это может быть какие-нибудь эфирные масла тоже тонизирующие специальные, там целый список их, вот, это могут быть, ну, например, какие-то пряности, вот, например, тонизирующие такие пряности, вот имбирь, например, корица, из того вот, что у нас известно, если брать ещё растения какие-то, например, аир, вот, аир обыкновенный, шиповник, лист берёзы немножко тонизирует, одуванчик, вот, ну, полынь тоже немножко, облепиха, пион, ну, вот, то, что вот, как бы, в голову приходит, вот, чай каркаде, он может как тонизировать, так и, наоборот, расслаблять, зависит от того, там, холодный, наверное, или горячий какой-то, вот, ну, вот так вот, акцент я на это сейчас не буду делать, конечно, тоники нужны, да, они, наверное, нужны тоники, когда мы вопрос ставим о лечении, и когда это, ну, какая-то ситуация, вот, выйти из этой ситуации, да, из этой ситуации выйти, когда у человека, ну, какой-то запредельный пограничный состояние, такое пониженное давление, потому что может быть, там, 90 на 60, а может быть и 85 на 55, да, вот, то есть, в принципе, вот, те народы, которые, вот, говорят, они пьют, там, кофе всю жизнь, да, вот, например, Южная Америка, они, там, пьют всю жизнь, и всё нормально, ну, наверное, вот, я за то, что, когда это на пользу, когда это здоровье на пользу, когда это в нормальных дозах, когда это действительно настоящий молотый кофе, необработанный, там, я не знаю, как он там, не пережаренный, непонятно, на что уже похожий, просто у нас вот такой возраст, многих здесь такой, когда помнишь эти продукты, когда они были натуральными, понимаешь, сейчас, что вот открываешь, там, пакет, хочешь унюхать какой-то натуральный запах, и ничего невозможно найти, я вот и об этом, и, конечно, растения, если мы их, какие-то тоники, там, ну, вот, тоже женьшень, оно считается, как, вроде, и лекарством, и едой, ну, вот, про женьшень, вот, у меня сейчас вспомнилось, знаете, что у нас профессор Пак, вот этот автор метода Суджок, он нам рассказывал, например, каким образом, ну, вот, я не могу вспомнить, он говорил про Корею или про Китай, ну, вообще, вот, восточные люди, как они собирают женьшень, вот, тот настоящий женьшень, который действительно даёт долголетие, иммунитет, вот, корень жизни женьшень называют, да, который очень-очень полезен, он вот рассказывал, например, так, что в определённое время, когда вот этот корень женьшень, конечно, он должен быть старше 5 лет, это вот все знают, но в тот момент, когда он вот такой натуральный, он растёт, то его сверху не видно, то есть он, ну, корень как бы внутри, а сверху его так простому человеку не заметить, и он говорит, что обычно собирают такие самые старейшие, например, ну, с селения или там с какого-то места, где они живут, собирают самых пожилых людей, они проводят, ну, как у нас, наверное, вот, пост какой-то, да, то есть они воздержание проводят, они очищаются, они пьют воду, они, ну, волятся, наверное, по-своему, медитируют, и потом они идут в те места, где этот женьшень бывает, и вот ищут его, и хорошо, если это 10 человек, самых вот людей, которым доверено вот это, найдут один корешок настоящего женьшени, и тогда они его там поделят на всех, примут вот по этой маленькой дозе, там, корень женьшень, ну, вы видели, какой он там бывает, бутылка умещается, вот, и тогда вот он действительно таким действием обладает, вот так он нам рассказывал, поэтому, говорит, вот то, что когда выращивают женьшень, это немножко по-другому. Ну, на этом мы про питание с вами закончим, как бы имейте в виду вопрос доз, если вам нормально, если вы засыпаете, если у вас нет такой зависимости, здесь же вопрос зависимости, важно, да, чтобы не было, чтобы вот этого не было, давайте про эмоции несколько слов скажем, смотрите, значит, вот там у вас справа немножко в углу, слева, в углу вот это, как бы, китайская теория пяти первоэлементов, или там, усин она называется, у нас в суджок, это выделилось в такой шесть энергий, шестьки, восемьки вы здесь видите, рисунок маленький, и внизу вправо это теория треначальной последовательности. Это о чём? О том, что вот этих вот первоначальных эмоций, которые нам вот положительные, весеннее настроение должны давать, мы сейчас чуть-чуть об этом поговорим, вот, их самых первоначальных таких, ну, вот в Китае пять, а у нас их шесть, а потом они вот развиваются в такой вот 22 эмоции у нас в методе суджок, и мы, конечно, более глубоко и более широко можем распознать, продиагностировать, какие эмоции куда-то отнести, с какими органами, с какими ментальными характеристиками, и более прицельно работать. Ну, вот давайте немножко сейчас, например, мы видим, вот здесь я нарисовала, какие у нас нет такой звезды, потому что у нас нет понятия в суджок, оно было в самом начале, когда место развивалось, а сейчас нет такого понятия, как там, как сказать-то, подчиняет, вот есть такое понятие, закон подчинения, да, вот теория пяти первоэлементов УСИН, когда подчиняет, противоподчиняет, там, как-то угнетает, вот, всё такое, у нас такого нет, у нас есть взаимодействие по осям, то есть вот здесь, где противоположные стрелочки вы видите, в одну сторону, в другую, значит, эти эмоции, ну, вот я здесь нарисовала органы, не буду углубляться, инь, да, то есть плотные органы, вот, и какая эмоция им соответствует, поэтому, соответственно, если мы хотим сейчас весной, какие эмоции мы хотим, да, какие эмоции мы хотим, вот, это эмоции у нас, ну, скажем, радости и счастья, ну, счастье тоже чрезмерная такая эмоция, ну, вот радости, когда человек смеётся, улыбается, вот, в данном варианте изображения, то какие у нас эмоции напротив есть? У нас напротив есть эмоции печали, грусть, слёзы, каких-то тоска, вот грусть, печаль, тоска, да, переживания, какие-то слёзы, То есть если у человека сейчас какая-то депрессия сюда может относиться, значит нам нужно противоположные эмоции усиливать. Здесь нельзя сказать, что радость она там угнетает или как-то уничтожает эмоцию вот этой печали. Но на самом деле они все равно находятся по осям противоречия и они должны друг друга уравновесить. То есть эмоция печали она тоже должна быть, мы ее никуда не делим. Почему не делим? Потому что здесь вот печаль, она например соотносится с легкими, ну и скажем с толстым кишечником. Если мы скажем, нельзя эмоцию печали вообще иметь, ну нельзя, она негативная, вот от нее надо избавиться. Это будет равносильно тому, что вы скажете, ну давайте выбросим легкие, они нам не нужны, нам не нужен толстый кишечник, потому что там эмоции печали. Вот такой восток дело тонко. Или страх, говорят, очень много таких вот предложений, давайте избавимся от страхов. Мы не можем от него совершенно избавиться, потому что он все равно будет, это наша жизнь, это может быть такой постоянный какой-то страх у людей, ну такой равновешенный, допустимый. Потому что мы не можем выбросить почки, правильно? Мы же не можем сказать, нам не нужны почки. А если у нас есть почки, значит у нас есть эмоции страха, вот так. И вот страх, он на противоречии с эмоцией радости. Ну это такая вот вам небольшая подсказка по эмоциям, поэтому вот не так много, я не сказала про тревогу и гнев, например. Но гнев здесь не только эмоция такая вот, злость и как бы возмущение, но и эмоция, ну как сказать-то, начала такого взрыва, ну начала каких-то действий. Вот, давайте мы сейчас с вами совсем коротенькую практику проведем и чуть-чуть вы сейчас, каждый для себя, каждый для себя сейчас найдите такую эмоцию, которую вы, вот из тех шести, может быть давайте тогда я вам верну. Из тех эмоций, которые здесь вот обозначены, найдите, ну, которые для вас сейчас нежелательно, каждый для себя, можете написать, можете написать, о, Андрей, здравствуйте, еще мужчина, вот. И мы с вами, каждый для себя определите, что, какой эмоции вы ее, ну, уравновесите. Вот каждый для себя определите и поставьте мне, как бы напишите, какая эмоция и поставьте плюсик, что вы нашли противоположные эмоции, которые нужно держать в равновесии, что вы это поняли. Тревога, да, это анализ, это с одной стороны есть такое, как бы размышление, но с другой стороны, когда это зашкаливает, то это, ну, избыточная такая, ну, тревожность, как бы чего ни случилось, человек и сам себя накручивает, это и члены семьи может накручивать, здесь же не надо, вот. И поставьте мне плюсики или напишите слово, да, когда вы нашли вот эту свою грустную эмоцию, например, или какую-то там печаль, или страх какая-то есть, и что вы поняли, какой эмоции ее уравновесить, какие вам, ну, с другой стороны, здесь соседние эмоции могут влиять друг на друга, но самое такое сильное влияние по осям. Напишите, пожалуйста, так, тревоги есть, тревога, страх счастья, да, то есть вот нужно, как страх, если он избыточный у вас какие-то, значит, нужно искать, что дает вам, ну, вот это ощущение счастья, понимаете, и вот это культивировать в своей жизни сейчас, добавлять. Печаль, радость, ну, правильно, значит, найдите радость, хобби какой-то, приятное общение какое-то, ну, что, что вам дает радость, понимаете, чтобы ее было больше, и тогда это будет печаль немножко, ну, гаситься, можно сказать, вот таким образом. Радость уменьшить печалью. Ну да, чрезмерная радость тоже бывает, говорит Пальчик, покажи, смеется, тревога, чем корректировать. Ну вот это гнев, я вам начала это говорить, гнев, это не только вот злость такая, это начало, это любопытство, любознательность, интерес, это мечты, это планы, это фантазии, если это чрезмерные там мечты и несбыточные планы, это тоже излишне, но на самом деле вот гнев, это эмоция такая, начало, поэтому тревожность какую-то, нужно что-то начать делать, и тревога это осмысление, это анализ, это скрупулезность какая-то, вот этим вот проанализировать, как что, чтобы был результат, и тогда у вас будет нормально что-то начать и что-то сделать, чтобы вам было над чем тревожиться, проблемку себе создать, хорошую, беспокойство, уверенность, ну да, тут у нас такие не написанные, да, ну уверенность, да, это вот хорошее такое, беспокойство, это вот в тревоге, да, уверенность, ну веру в себя, да, в печали там еще воля, где печаль, там ментальные характеристики воли, вот кто хочет там что-то бросить, курить или еще что-то, вот таким образом, так, ну ладно, мои дорогие, разобрались и хорошо, я вам предлагаю, предложение у меня к вам два, то есть я предлагаю консультации свои, они индивидуальные, я вам уже говорила об этом, акцент у нас будет на, сейчас на вес, конечно, если есть какие-то у вас свои предложения, вы можете с организаторами связаться или мой продукт посмотреть, выбрать, у меня цены еще такие вот остались, на сегодняшний вебинар такие, я, конечно, их на следующий вебинар уже повышу, потому что я в марте училась, пока не повышалась, тут уже таких цен просто нет, вот, вот, и я приглашаю вас на такой базисный курс, вот, который мы тоже сделаем с акцентом на коррекцию веса, который будет основа суджок, и все на вес, все на вес, и вес терапии на вес, и улыбка медитации на вес, он будет продолжаться 8 часов, ну, как говорится, как пойдет, вот, я, конечно, добавлю вам видео, уроки готовые, индивидуальные сделаю для тех, кто ко мне придет, вот, потому что индивидуально всегда нужно видео, и какие-то распечатки специальные вам пришлю, которые нужны, и я планирую его с 20 апреля, и вам вот предлагается такое по акции 50% скидка, вот, поэтому, пожалуйста, проходите по ссылочкам, если какие-то у вас вопросы есть в процессе оплаты, в процессе заказа, то к организаторам обращайтесь, и вот эта скидка, она, ну, я обозначила 3 дня, хотя я хотела сегодня исправить, но, честно говоря, просто не успела, у меня сегодня неожиданная такая занятость была, поэтому я так вот прям до последней минутки, вот, и я хотела на сегодняшний день только вам на одни сутки дать такой заказ, но вот все-таки оставила на 3 дня, вот такие цены, поэтому можете заказать сейчас, цены там смешные, вот, а платить уже в течение 3 дней, сейчас самое главное сделать заказ, пока такие цены, пока такое вот предложение, и, конечно, я буду рада вам, кто придет ко мне, ну, вы послушали меня, познакомились немножко, я специально сегодня себя показала, потому что много раз слышу, говорят, ну, если вот вы сами там не выглядите, ну, просто я однажды недавно такая была, ну, компания мне предлагала работать, и там женщина была полная-полная, прямо вот килограмм 120, и она занималась вопросами правильного питания, и она как бы кулинар, пищевик, вот, как она еще называла какое-то слово, разблюдовку надела, разблюдовку, то есть они блюда как-то там расписывали, и я так вот на нее посматривала, мне так хотелось спросить, ну, как же вот вы такая сами, а она совершенно не комплексовала, не совершенно вот прям в таком весе нормально жила, занималась питанием, ну, я вот все-таки считаю, что действительно человек как бы должен какой-то свой опыт иметь, и, по крайней мере, сам нормально выглядеть, и тогда люди потянутся, так они и тянутся, в основном люди тянутся на меня, потому что я вот, ну, так вот свой опыт прошла, и люди были, и много результатов и своих, и вокруг меня, и предлагаю вам.